Добрый день, я Валерий Заненко, и сегодня мы общаемся с лидером Казахского настольного тенниса Кириллом Герасименко. Кирилл Герасименко является игроком полтинника мира, высшая строчка Кирилла была 33-я, и сейчас Кирилл, игрок немецкой Бундеслиги, с положительным результатом на сегодняшний день. У тебя побед больше, чем поражений в самой сильной лиге. Вот ты играешь сейчас за Вердер, вы идете на восьмом месте. Ты играешь в команде с Матиусом Фальком. Подожди, Вердер, это какой город? Так и есть город такой у вас? Это Бремен. Бремен. Бременский Вердер. Ну, как в футболе, да? По-моему, то же самое, да? Это аналогично. Да, да, да. Как в футболе. Вот. Сколько ты лет в Бремене вообще? Ну, так, я уже два года. Тебе 25 лет сейчас. Подожди, ты 96-го года, 24 года. 24. 24 года. В этом году 25 будет. Так, 24 года тебе. Сколько ты лет в Бремене? Два года. Два года в Бремене. А до этого? Где был? До этого было два года в Грензао. Грензао. Так и клуб называется Грензао. Как и клуб, и город. Ты пока там жил, в Грензао. Ты там и тренировался два года? Да, да. Было очень тяжело. Тяжело было? В плане, нагрузка была серьезная? Нет, то, что атмосфера такая. Там как бы лес вокруг, и вот одно просто отель стоит, и там 10-15 домов стоит, и одна дорога только в зал, и домой в зал, и домой в зал. И вокруг лес стоит. И до магазина идти, там час только наверх подниматься. Ну, ты же играл уже в Бундеслиге, да? Правильно же? В первой же Бундеслиге ты играл. И кто в твоей команде был? С кем ты тренировался? И кто был в твоей команде тогда? Вот этот период. Первый год у меня был Коулей и Константин Чотти. Все на нее парень. Потом Коулей ушел. Остались в молодоем, и там парнишка со второй или с третьей лиги с нами доигрывал уже сезон. Но мы все равно попали там в кубок, в четверку. На кубке в четверку попали. И, соответственно, второй год уже у меня был в команде я, Андас Линд, Бабачико, Михай и Марселла Агире. Вы и тренировались вместе все? Как бы жили там, тренировались, никуда не уезжали? Михай, Бабачико, так как у него семья в Италии. То есть, у него там жена, и он поэтому летал, перелетал в пятницу. То есть, у нас воскресенье матч, и он в пятницу уже. То есть, он прилетал и с нами тренировался. Это вы, ты говоришь, попали в четверку. Это вы попали по итогам года? Нет. Нет, это кубок. Это отдельно играется, это как это, отдельный турнир, да? Ну, как в футболе, соответственно, оно самое. Да. И попали в четверку. Прилично, прилично, прилично. Наверное, 10-й турков проиграли, да? Ну, наверное, я не знаю, так просто. Не помню? Ну, Оксенхаузен проиграли. Оксенхаузен проиграли. До Гринзао что было? До Гринзао я жил и тренировался в Австрии. У Шлягера. Там год был? Там год был, да? Нет. В Австрии я жил 4 года. 4 года. А играл в каком чемпионате? Первые 3 года я играл в клубе Баден, тоже австрийская первая лига. Ну, я начинал со второй лиги, потому что команда до меня была очень слабая. И мы первый год отыграли. Довольно-таки я с хорошим результатом. Закончил там 17-1 или что-то такое. Потом второй год мы попали уже со второй лиги и вышли в первую. И в первой лиге я уже тоже третий сезон отыграл. Тоже там с одним или с двумя поражениями. И четвертый сезон меня забрал в клуб Капсенберг. Тоже там недалеко от Линц, город Линц. То есть уже с ними там играл, год отыграл. Тоже мы там второе место заняли, кажется, да. Второе место заняли в первой гундеслиге австрийской. И потом, ну, я всегда мечтал, думал, как бы мне в Германию попасть. Всегда мечтал в немецкую Бундеслигу с самого детства играть. Думал, это вообще нереально. И в итоге, то есть, когда один знакомый тренер, который тренировался, тренировал в Академии Шлягера, он стал тренером в одном из клубов. И на турнире он пригласил меня. Это кто? Как тренер фамилия? Дирк Вагнер. Он там тренировал в Академии тебя, и потом уже переехали туда, да? Да. Австрийская лига сильная лига была? Ну, да. На то время было еще хорошее, потому что их были команды, ну, с такими играми, как Абисон. Ну, вся австрийская сборная играла. Фегель, Абисон, да? Ченвиксин? Да, да. Там все играли, были. То есть, потом, ну, были очень сильные соперники. Еще можешь пару фамилий вспомнить каких-нибудь игроков, может, кто из сильных играл, там, иностранцев, или в Австрии? Платно. Платно-то это тоже австрийцы. Но в основном австрийцы, да? Да, в основном австрийцы. Просто, я знаю, сейчас играл и Пишт, и там играл, и сейчас играет. Да, 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 да. Ну, вот я как раз когда уходил, то есть, в последний сезон я с ним тоже, как сказал, Пишт и потом. Блин, ну, были игроки хорошие. Команда Вэльс, они всегда покупали самых таких игроков. Получается, ты уехал, тут два, там четыре, восемь лет назад ты уехал из Казахстана, восемь лет назад. Двадцать четыре минус восемь, это у нас получается шестнадцать лет. Шестнадцать лет ты уехал, правильно? Правильно посчитал я? Да. Но до шестнадцать лет ты уже был чемпионом Казахстана много раз и ездил на протуры, да? Просто жил в Казахстане, тренировался в Казахстане и ездил на протуры. Да. Что тебе дало вообще в Академии Шлягера? Почему она закрылась? Не знаешь вообще, в принципе, почему Вернера не нашел средства или что? Это было убыточное... Есть какие-то вообще у тебя сведения по этому поводу? Не знаешь? Есть, наверное. Да, не совсем распространяется. Ну, это связано с... Какое-то что-то произошло, что-то нехорошее произошло? То есть это уже было прибыльное же мероприятие, да? Ну, видимо, им не совсем хватало, так как там слишком дорого было оплачивать свет, энергию. И немножко вот им как раз не хватало. И когда там немножко они с директором не... Там же два директора были, и они немножко где-то не сошлись мыслями. И то есть пришлось им закрыть эту школу. Ну, в общем, конечно, я знаю, очень многие ездили туда. Ну, вообще-то хотя бы на месяц проезжали, на два проезжали. Ну, вообще, почти каждый попробовал там себя. Плюс они, по-моему, принимали не только игроков профессиональных, но и любителей. Мог заплатить, поехать, потренироваться в Академию Шлягера. Ну, и... Да, окунуться в эту атмосферу. Там, по-моему, что-то было еще там с залом, по-моему, был пол неровный, да? Я что-то вспоминаю, по-моему, что-то было там. Или там нормально все было с полом? Все, все было. Все нормально? Все идеально было? Здорово. У тебя, значит, какие-то мысли. Так, и вот сейчас, в этом году ты играешь, значит, в «Времени», да? И что ты можешь сравнить с «Гринзалом»? Где тебе больше нравится? В «Времени» больше нравится, правильно? Да, да, потому что это как город, и все абсолютно рядом. Там, все, что мне нужно. Ну, это же абсолютно просто магазин. И в зал можно поехать по разным путям. Не по одной дороге, да? И все, что мне нужно, да. Тренировочный процесс. Где больше нравился? «Шлягер Академия», «Гринзао», «Времени»? Если так сравнивать, сейчас три периода. Блин, да. Сложно. Я тренировался во многих местах, да. Просто, как по мне, сейчас всегда разное время было. То есть, в «Академии Шлягера» я был куда моложе, куда было больше силы и энергии. И поэтому мне нравилось, что я там по три раза в день тренировался. Сейчас уже столько тренироваться не надо. Нужно больше уделять в нем и там больше физическим занятиям. И там на школу на технические тактики. То есть, абсолютно немного времени. А раньше, то есть, надо было ежедневно там и по 9-10 часов тренироваться, чтобы рука набивалась и привыкать. В Гринзао, там еще тебе надо было, объем еще нужен был? Или ты уже больше переходил на физику и тактику? Там надо было, поскольку было тяжело играть. И нужно было выходить на этот уровень в Бундеслинике первой. И поэтому приходилось тоже очень много работать, тренироваться. Сейчас у тебя вместе ты играешь с Матюсом Фальком. Он там же живет или он только приезжает на игры? Только приезжает. У него семья в Швейцаре, то есть там ребенок. С кем ты тренируешься сейчас? Что это за группа? Кто там входит? Ну, Овидио ЮНЕСКО, СОЧ ХУНОР, Марселла Агира, Спелгос Алин и Валентин Намеди с Сербии. То есть он сейчас как второй тренер. У нас человек 8. И еще Филип Флорец. Может кто-то знает. Да, да, да. У нас как бы хорошая группа и тренер у нас крутой тоже. Поэтому мы спокойно все занимаемся, все тренируемся. Нет такого напряжения, что надо-надо тренироваться, вкалывать. Все сами как бы за собой все смотрят. Кому надо на фитнес, пошли на фитнес. В общем, немножко свободно. То есть дышать дают. То есть это то, что как раз мне и нужно сейчас. А тренер, как фамилия? Кристиан Тамас. То есть он дает дельные какие-то точечные советы какие-то по игре? Да. В этом он очень силен. То, что он может подсказать, где-то у тебя движения неправильные, или что-то не получается, или тактические моменты в игре, когда уже матч идет. Ну вот если... Папу не берем? Папу не берем. Вот можешь сказать, что ты специалист сильнее, с кем ты работал за все время? Вот Академия Шляги, Гринзао. Кого ты еще можешь выделить? Кто тебе так помогал? Ричард Праус, Верка Вагнар, Дмитрий Левенко. В Китае тоже, да? Да. Они прямо за тобой стояли? Прямо тебе подсказывали какие-то вещи? Или, скажем, где-то просто что-то сказали как-то? Или прямо непосредственно? Кто вот так? Да, ну, с Дмитрием Левенко я работал два года, то есть, или даже больше, потому что, то есть, он в тот момент, когда я в Шлягере был, он частенько за мной всегда наблюдал, вот, и потом, то есть, он, мы с ним вместе работали, ездили по всем про-турам и турнирам, вот, и... А вот, Дирк Вагнар и Дирк со мной был в Гринзао, то есть, он как тренер клуба был, и он тоже постоянно за мной стоял. Ричард Праус, он, в основном, вот, в школе, в академии Шлягера, вот, он всегда, когда он подходил, такое ощущение было, что, вот, не знаю, что-то святое подходит и подсказывает, но всегда хотелось услышать от него какой-то совет и что-то еще. Ну, вот, ну, и когда он подсказывал, то есть, это очень принималось, ну, как очень важная информация. Ну, как, да, 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 как, скажем, невозможно оспорить, да, то есть, такое, которое надо прям принять и внедрить, да. Скажи, в каком языке ты это общался с ребятами, с тренерами, с ребятами? Изначально, вообще, на языке жестов, потому что не знал английского и немецкого никакого, только русский. Ну, вот, Дмитрий Ильвенко, он когда был в Австрии, он по-русски говорит, поэтому, ну, то есть, он, если что, там, переводил или что-то говорил в начале первые, там, полгода. Потом я начал уже учить. Учить что? Учить начал английский. Ну, и походу немецкий, вот, и, то есть, он совместно шел. Ну, я как, я на программе, на телефонах это все учил, конечно, это любительский вариант, но все равно. Вот, зато сейчас уже, спустя столько времени, я спокойно разговариваю на английском и на немецком, может быть, так сказать. Ну, ты понимаешь, когда они между собой разговаривают, немцы, что они говорят? Да, да. То есть, спокойно понимаешь, это язык, все в порядке. Ну, английский, соответственно, получше, да, чем все равно немецкий, да, все равно получше, да, у тебя, потому что больше общаешься на английском или нет? Да, да, соответственно, да. А что ты можешь сказать про Матилса Фалька вообще? Вот он играет короткими шпами справа. Это, скажем, стиль будущего? Почему только он один так делает? Или под новый мяч стилит, или нет? Что ты можешь сказать про это? Ну, Фальк, он, честно сказать, вот я с ним и тренировался, сколько, пока два года мы с ним уже вместе играем. И, ну, он, честно, так посмотреть очень круто, все элементы выполняет, делает легких ошибок. И то, что он разыгрывает свои комбинации для того, чтобы завершить ударом с шипами. То есть, ну, если вот реально присмотреться, посмотреть, как он все это творит, как это, я знаю, это как искусство, то, что там делает. То есть, очень круто. Просто иногда попадаются в лиге очень разные материалы мячей, то есть, вроде должны быть все одним, но где-то мягче, где-то он жестче мячик, плохого качества, поэтому, то есть, ему немножко неудобно играть. Он от мяча зависит сильно, да? Сильно зависит от мяча, его игра. В его игре, я бы сказал, да. А ему нужен какой мяч? Модель ДХС, Беттерфляя, что ему нужно? Самое лучшее, конечно, то, что играет ДХС. ДХС, Д40+, да, вот этот мяч, лучше под его игру, да? А все остальное, скажем, они, это как бы, ты можешь оценить этот более твердый мяч, да, по сравнению с другими мячами, или нет? ДХС, Д40+, да? Ну, да, да. Остальные мячи, если брать, там, Типхар, а с чем вы играете? Доником, Типхаром, да, играете? Абсолютно всеми мячами, абсолютно всеми. ТСП, Йола, Типхар, Доник. А тебе какой мяч лучше всего? Мне нравятся наши мячи, которые у нас в клубе, это не так у НСД есть такие, но не всегда часто они хорошие попадаются, но из шести боксов, где по сто мячей можно выбрать, там, из шести, может, сто, сто мячей, да, можно выбрать, которые можно, ну, вот мы играем матч, вот, из шеста, шеста мячей, сто мячей выбираем. И как этот мяч Фальку, как он дома играет, если ничего? Ну, он очень хорошо играет. Этим мячом нормально, да? Этим мячом нормально. Он мягче, этот мяч, чем Д40, да? Он помягче? Нет, мы перед тем, как, вот поэтому мы берем шеста мячей, чтобы выбрать именно... Пожестче, что ли? То есть, которые пожестче, да, пожестче, которые более-менее ровные, и вот мы выбираем. И тебе пожестче тоже нравится больше мяч пожестче? Да, да, да. А он меньше крутится? Не можешь так сказать? Да нет, не сказал бы. Вращение, скорость вращения не влияет никак. Мягкий мяч или жесткий мяч? На вращение, я думаю, не совсем влияет. А усилить какой проще? Жесткий мяч усилить проще или мягкий? Да, да. Жестче проще? Проще вложиться, да, в жесткий мяч? Да. А мягкий, он как бы там как будто застревает, что ли, получается? Проминается, да? Он прям это чувствует, что ли? Ну, во-первых, он всегда останавливается, летит до середины стола и падает потом. То есть, очень медленно летит. Он не отскакивает, да? То есть, он летит медленно, он не отскакивает нормально от стола. Скажи, пожалуйста, как у тебя сейчас чувствуется, как здоровье? Были ли у тебя вообще травмы в спорте в твоем, в твоей карьере? Травмы? Только недавно вернулся на доктора, можно сказать. А что у тебя болело? Там колени, руки. Колени болят? Плечи болят, да? Плечи болят? Или что? Кисть? Как вообще? Что болит? Не люблю, не люблю, а травма говорит. Ладно, 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 все. Ну, в общем, что-то мучает, но ты поддерживаешь себя нормально? То есть, какие-то порожнения делаешь, закачиваешь как-то это, поддерживаешь? Да, да, да. Ну, в общем, как сказать, профессиональный спорт не обошел, да, стороной? То есть, все равно, ты сверхнагрузки, ты все равно играешь на пределе, и все равно это где-то что-то можно порвать, надорвать. Ну, давай, там, держись аккуратно, там, за каким-то совсем косым мячом не беги, это всего лишь очко, да? Если в пятом сайте, ладно, там, можешь сбегать, а так, если там в первом сайте. Такие установки себе не даешь? Ну, в первом сайте, там, можно не дергаться туда подалеку, если сравнивать. Скажи, а вот дальняя зона, ты вот, почему там так хорошо себя чувствуешь? И можешь ты сказать, что со старым мячом ты еще лучше себя чувствовал бы издали бы? Да, да, потому что тогда мяч был пожестче, когда, ну, ты, как бы, не было проблем с этим. Сейчас как-то непонятно мячи, то медленно летят, то быстро, то криво. Раньше куда проще было с этим. Ну, и когда люди, и раньше люди часто забивали, сейчас много кто укорачивает, и приходится бегать куда-то больше. То есть ты, вот, ты вот, ты спокойно можешь справа-слева защищаться, даже в подрезках, как ты, ты тренируешь элемент вообще где-то, можешь отпилиться, на тренировке делаешь где-то, на чувству мяча, как побаловаться, или ты как прямо... На тренировках такое-то специально ты не отрабатываешь, но бывают тренировки, когда приходишь без настроения, без сил, без энергии, без ничего. Пошел, да? Там, ну, да, мы играем, допустим, там, 30 минут футбола, и начинаем потом тренироваться, но тренер видит, что бесполезно то, что ты сейчас из этой тренировки выжить, поэтому, как бы, говоришь, что сейчас свободно, и... И самое мое любимое упражнение – это подача розыгрышей на тренировке, и я всю тренировку жду, пока к этому упражнению придет это время, вот. И, соответственно, потом уже начинаются вот такие вот всякие шоу. Ну, а футбол не опасно? Там, как вы бережуете друг друга? В пасе, побегать, да, то есть? Да, да, аккуратно. В основном просто, чтобы побегать, как без всяких сильных... Скажи, пожалуйста, вот последние у тебя две игры, ты выиграл и у Вангси, и у Филса. Ты прибавил по защите вообще? Или ты хорошо всегда играл по защите? Да, я всегда хорошо по защите играл просто. То есть, любишь и нравится, да? Да, какая-то легенда пошла, что я по защите вообще не могу играть, не знаю, с чего это вдруг. Кого я там проиграл, да? Кого я там где проиграл, да, что вы так стали говорить, да? Там был один с Киева, ой, с Украины, Денис Калачевский такой. Так, так. Вот, дядя гонял меня по молодости сильно. Вот так. Просто он очень много и свечи кидает, и крутит в дальние зоны. То есть, очень тяжело с него было очко выиграть. Может быть, поэтому такая легенда важна, что я против против защиты плохо играю. На самом деле, всегда любил и всегда нравилось играть против защиты. Даже в детстве в Казахстане были защитники, с которыми ты мог тренироваться? Да, да. Ну, у нас дядьки, которым за 45, за 50 было, они все себя себе шипы ставили и против приходилось. А в Украине ты был в какой период, получается, до Австрии? Да, да. Сколько лет ты играл в Украине в чемпионате? Два. Два года где-то. И ты в Киеве жил, тренировался? Нет, нет, нет. Только мы на матче прилетали. Ага. А, ты играл за казахскую команду, да? Да. Единственная команда, которая есть в украинском чемпионате. И, соответственно, ты играл с Денисом именно в матче. Ну, как в матче играли, встречались. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты форму набрал, потому что по результатам последних игр, ну, так, я могу сказать, очень уверенно у тебя идет. Ну, у тебя и Бессон, победа Иван Кси, очень хорошие победы, много хороших побед. Сейчас ты набрал форму, ты можешь сказать? Я не смотрю никогда за своим счетом, сколько я выиграл. Просто бьешься и бьешься, да? Да, мне сказали, у меня тренера поражаются иногда, что, типа, Кирилл, ты знаешь, что мы завтра выезжаем в Дюссельдорх играть? Я говорю, завтра? Ну, типа, классно. Я, типа, ее не знал. Они удивляются всегда. То, что я никогда не наблюдаю за этим, не смотрю. Потому что, ну, я считаю, что это должны делать тренера. То есть, ты их сконцентрируешь именно на игре, да? То есть, тебе важно, что ты играл. С кем там, что там, ну, скажут, расскажут, да, с кем, как играть, что будет. А вообще, тебе жизнь в Германии нравится? Тяжело. Серый буднич постоянно. Наверное, солнца вообще мало. Ну, а так, люди добрые, общительные. Поэтому, как бы, не знаю, ну, везде свои плюсы, везде свои минусы. Ну, то есть, трудно сказать, что ты, скажем, там, останешься потом после того, как, допустим... Да, то есть, это не обязательно будет Германия. То есть, это, может быть, любая другая страна. То есть, ты уже определишься. Да. У меня тянет ближе к теплым краям. Поэтому... Ну, ну, или на родину вернешься жить вообще? Или так? Трудно сейчас сказать. Все, все возможно. Все возможно. Я на родине буду жить, да. Да. Тебе помогала вообще федерация? Тебе вот до... Пока ты жил в Казахстане вообще, тебя управляли на турниры, оплачивали какие-то сборы. Вообще, тебе помогала она? Ну... Или вы с папой как-то сами, в основном, все сами? Семья, в основном, вкладывала. Вот так. Очень большие средства, как бы, последние там буквально деньги и зарплату отдавали, чтобы я смог там пару турниров отыграть и слетать. Ну, и впоследствии с этого, то есть, начались, ну, результаты появились какие-то, потом финансирование появилось. И потихоньку, потихоньку ехал. Ну, вот, а в Австрии, то есть, тоже очень долгое время платили родители за проживание, там, питание. Потом уже подключилась федерация, федерация начала помогать, и потом мировая федерация подключилась. Мировая федерация. Мировая федерация. Мировая федерация. Я попал в такую, в такую, как ITTF, Хоупс, что-то типа такого, короче. Надежда типа там, ITTF, все такое. Ты там Доник помогал, Доник платил там за тренировки, ITTF, Хоупс, вот эти они платили там, может, за проживание и вот питание, там, уже федерация и семья. Это в Австрии, да? Именно в Австрии этот период, да? Австрийский период. Да. И это у них такая программа была помогать молодым перспективным игрокам? Да. Такая программа? Ну, это большая удача, это большая удача, что ты, во-первых, ты смог рано себя проявить, чтобы тебя заметили, это очень важно. Во-вторых, вот это поймать, войти в это число, да, то есть тебя заметили, и потом уже оправдать надежды, я так понимаю. То есть они не будут тебя поддерживать в 10 лет, они тебя поддерживали, да, какой-то период, это потом раз, и уже сам с помощью этой поддержки. Да, это типа, что-то типа, как, они вкладывают там буквально два-три года, не больше. Что ты можешь сказать про свою игру? Какие ты видишь аспекты усиления? Что бы ты хотел изменить или усилить в своей игре? Ну, я бы хотел усилить немножко начало, начало первое, то есть спины первые, которые там с подрезки длинные, вот они самые такие. Ну, сейчас уже подачи становятся гораздо сильнее, потому что начинают потихоньку понимать, что все равно подачи нужны, надо их тренировать. Никогда не тренировал подачи. Никогда не тренировал, просто их вводил, просто вводил и вперед, да? То есть такой открытый тезис. Ну, сейчас нет такой подачи, которую никто не может скинуть. Сейчас все идут этот банан делать или флик, и невозможно что-то с ним сделать. Ну, то есть все с ним, все играют. Поэтому самая лучшая подача – это та, которую соперник не ждет, и просто как плейсмент. То есть самая лучшая подача – та, которая по направлению, и соперник, который не ждет. Это самая лучшая подача. То есть просто почувствовать соперника, где он сейчас не ждет, и сыграть по направлению куда-то там. Либо чуть вылетающий, либо покороче, либо длинную, быструю. Ну, что-то такое, да, именно по направлению, да, обмануть подачу. Да, совершенно верно. А первый ход – ты хочешь по вылетающему лучше сделать, или просто мощнее, чтобы вкладываться? Как что ты видишь в первом ходе такое, что ты мог бы изменить? Да, скорее всего, посильнее сделать. Именно слева больше. Сколько можно забегать, да? Сколько можно этот розыгрыш постоянно играть? Хочется уже сделать, да, слева, чтобы добирать очки? Первый то спинь слева, а потом уже там играть дальше. Ну, скажем, вот сейчас ты играешь в Бундеслиге, но это же, скажем, самый пиковый чемпионат, самый топовый чемпионат в мире вообще. И сейчас тебе все устраивает в твоей команде? Какие ты мотивации ищешь? Что ты хотел бы? Лучший контракт, может быть, хотел бы? Или перейти в Дюссельдорф? Я не знаю, что можно, о чем можно мечтать, играя в времени? Ну, конечно. Побольше денег – это всегда охота. Единственное, так все меня устраивает. Тренировки, менеджеры и тренера абсолютно все помогают друг другу. Все круто, честно. Вот вы сейчас идете на восьмом месте. А в плей-офф в Германии в четверку надо попасть? Только четыре команды? Да. Почему у вас третий номер, как ты сказал, Маурисио, да? Правильно? Марселу. 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 И еще один ваш игрок. Они на двоих одну победу, по-моему, одержали за все игры. То есть, в принципе, у клуба нет задачи выйти в четверку. Правильно? То есть нет третьего номера. Ну, всегда, всегда. Ну, то есть эти два игрока очень хороших. Они в том году очень много выиграли. И в этом году, я не знаю почему… А, не идиот. Не идиот. Просто вообще ни один из них, ни тот, ни другой не могут подать. Важный момент. То есть, получается, что задача была самая высокая. Ну, с Фальком и с тобой, понятно, должна быть очень высокая задача. Задача была на сезон высокая – попасть в четверку. Ну, просто что-то не пошло у третьего номера, да? Который вот играет. Ну, где-то я проиграл, где-то Фальк проиграл. То есть, они же тоже как бы рассчитывают, что Фальк будет… Тащить, да? Тащить. Да. Да. Он два дает, я там одно. Он два – я одно. И всегда рассчитывают, что если приз 2-2, там, ну, наши парусы выиграют. Но наши даже парусы не могут выиграть. А ты в паре играешь вообще? Или ты выходишь в паре? Ну, я люблю, конечно, в лиге пару играть. Мне нравится. Но я не знаю, тренер не ставит. Поэтому… Вот так вот. А играет Фальк, играет пару, да? Просто я вот про пару… Играет Марселла с Зочи. Ага. И как у них пара? Надо посмотреть статистику. В том году они были одни из самых сильных пар. В том году. Они практически ни одной пары не проиграли. В этом году они ни одной пары не проиграли. Одну, кажется. Хотя у нас были… У нас было матчи, я не знаю, ну, может, 10 матчей, где у нас 2-2 было. То есть пару они играли. Могли выиграть. А можно сказать, что чемпионат усилился с прошлого года? Можно так сказать, что чемпионат стал еще сильнее в Буддаст Лиге? Да. Во-первых, добавились команды. Во-вторых, игроки многие прибавили. Команды добавились… Раньше было не 12 команд? Раньше было 10. 10 было команд. Сейчас стало плотнее, да? То есть больше игр. Это чувствуется по твоему физическому состоянию? Или нормально? Раз в неделю играть это несложно, в принципе? Ну, сейчас не особо ощущалось, поскольку нет международных турниров. Ну, вот не было в этом в том году. То есть это вообще спокойно, как такой paradise. Ты один матч отыграл, у тебя есть время потренироваться, восстановиться и готовиться к следующему матчу. Нормальный режим, да? Режим такой нормальный. Просто вот у ребят не идет. Ну, грубо говоря, не идет, да? Да. Ты каждый день видишь в зале, в принципе, тренируешься с ними, но вот просто не идет у них, да? Или что у них? Или они плохо тренируются? Не можешь сказать? Нет, это, скорее всего, в голове нужно себя перебороть и не обращать внимания на эти поражения. Но вот именно, что очень тяжело в Бундеслиге, это если ты проиграл один матч, ну, ты как бы не особо обращаешь внимание. Ну, проиграл, проиграл. Если ты проиграл второй матч, то ты уже думаешь, ё-моё, как бы и вот оно вот оседает в голове сильно. У многих игроков оно сильно оседает в голове и они не могут себя перебороть, потому что они могут выиграть. И даже при счете 2-2 или 2-0 они будут вести, они могут проиграть. Ага. Ну, вот можно сказать, что нечто подобное у Кацмана происходит? Он стал чемпионом страны вот у нас в прошлом году и… Нет, нет, я думаю, просто у Кацмана это еще период такой, который нужно ему пройти, тренировочный и соревновательный. Просто это тот, тот… А Сидоренко проще, да, уже? Проще? Сидоренко, да. Ну, он повзрослее, плюс у него там и тренер с с ним работает Дмитрий Дима Мазунов. И поэтому, думаю, там все нормально. Ты говорил, что у тебя Дуда неудобный соперник. Ты его, по-моему, обыграл в последний раз. Стал уже удобный? Ну, немножко, да, понял систему его игры и… Ну, он, я смотрю, он не дожимает вообще, в принципе, да? Есть у него такое… Ты чувствовал, что какой-то был, допустим, равный счет в игре? Ты чувствовал, что ты, как бы, увереннее себя чувствуешь в какой-то момент? Потому что он, по-моему, может вести много проиграть. Такой он немножко в этом плане. Нет такого… Нет, не ходит такой… Он такой, как машина. И поэтому у него нет такого… Как будто он без чувств. Он выходит и отрабатывает то, что там натренировал. Кто в лиге самый неудобный для тебя? Понятно, что там все игроки сильные. Но, может, есть более неудобный соперник для тебя, который вот выходишь и вот, ну, некомфортно тебе играть? Карлсон, Кристиан. Левша, да? Получается? Да, да. Но он мощный, он очень мощный, да? Он как будто стоит, как скала, да? Вот в этом углу стоит, и вот очень сложно его пробить. Такое ощущение складывается. Да, да. И плюс, он агрессивно все играет, и со мной почему-то все на стол попадает. И Антон Калберг тоже. Он вроде бы удобный, но выиграть именно очков очень тяжело. В этом году особенно, да? То есть у него победа соотношение. Лучшее в лиге соотношение побед. Да, да. С чем ты связываешь? Они живут в Диссельдорфе или нет? Они тренируются в Диссельдорфе? Да, они живут и тренируются. Ну, то есть, можно сказать, что в Диссельдорфе они прибавили, да? Тренируясь там. Да. Это одно из лучших мест, да, сейчас в Германии тренировочных? В Диссельдорфе. Как и было много лет, так сейчас и есть, да, так же? Нет. Можно сказать. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое.